Центральные матчи тура. В Москве сошлись лидеры российской мини-футбольной суперлиги КПРФ и Тюмень. Градуса противостоянию добавлял и тот факт, что относительно недавно оба клуба в Барселоне оспаривали третье место в финале четырех лиги чемпионов УЕФА. Тогда сильнее оказались коммунисты. На беду тюменцев, которые по-прежнему испытывают колоссальные кадровые проблемы, угодили они под горячую руку. Несколько дней назад КПРФ в матче Кубка России оглушительно был бит Нижегородским торпедо 2-8. Такая неудача действующего чемпиона страны заделала живое. Черно-белые откровенно провалили первый тайм. Даже если не по содержанию игры, то по результату точно. На седьмой минуте счет открыл капитан хозяев Ромула, а в середине тайма преимущество коммунистов удвоил Лин, сделавший все на высочайшем уровне. Следует признать, что москвичи подходили к реализации своих моментов с удивительным хладнокровием. Мы старались играть от середины в поле, поэтому мы очень хорошо сыграли в обороне. Мы отобрали очень много мячей, поэтому я думаю, что мы получили такие результаты в первом этапе. Очень хорошая реализация сегодня была? Да, да, мы очень много тренировались на неделю, поэтому хорошо, что нам удалось, но реализация все получилась. Тюменцам объективно не хватало активности на чужой половине. В текущем сезоне проблема с попаданием в игру с первой минуты буквально преследует Сибиряков. И пока они разбирались, что да как, Нанда довел счет до значения 3-0. А печиться Тюметь в первом тайме все же смогла, правда с одной колоссальной оговоркой. Игрок сборной России Иван Милованов срезал мяч в свои ворота. Ну, не знаю, наверное, даже слов каких-то подобрать не могу. Много пропускали, я имею в виду в плане движений. За спину много убегали от нас, как будто, не знаю, сонные или какие-то вялые, наверное, были. Ну, не знаю, каких слов подобрать. Проиграли именно в движении. И вот это вот такой результат на первом тайме. После перерыва Тюменцам играл активнее. Терять-то уже было нечего. В отличие от хозяев, которых текущее положение дел вполне устраивало. Как следствие, до 40-й минуты забить никто не мог. Локальную засуху точным ударом размочил Сергей Абрамович. Пытались маленько, да, что-то как-то изменить, темп сбить. И может какой-то именно из-за подключения воротаря маленько где-то реализовать, сократить счет. То есть может переломить именно в направлении. Ну, все равно как бы удачи не принесло. Дальше уже как бы просто бились. Копаров оборонялась, ждала наших контратак. В последние три минуты матча соперники устроили настоящую перестрелку. Начал ее Артем Ниязов, поразивший пустые ворота Тюмени. 5-1 и по сути все стало ясно. А потому про оборону сибирякам можно было забыть. И в оставшееся время они забили дважды. Отличились Максим Емельянов и Данил Карпюк. Взятие ворот в исполнении последнего получилось эстетским. Я думаю, что была в любом случае непростая игра. Может быть там счет первого тайма. Это заблуждение, да. Это все-таки была очень сложная игра. И даже концовка показала, что при любых обстоятельствах такие команды, как Тюмень и любая ферезная команда никогда не сдается и до конца будет бороться. Красно-белые в карман за ответом не полезли. Между двумя тюменскими голами красиво разобрался с обороной Олег Кручинин. 6-3. Первая серия двухматчевого противостояния осталась за коммунистами. Я, наверное, в целом скажу за всю игру. Сразу заслуженно, закономерно соперник сегодня победил. Причина у нас. Мы будем разбираться. Завтра есть день. Проанализировать все и исправить. Можно сказать, этот первый матч я скажу занести как первый тайм. Насколько черно-белые были раздосадованы разгромом, можно было понять с первых же минут повторной встречи. На виду сибиряков невообразимый кураж поймал Альберт Цайдер. Ротарь сборной страны сбился со счета, записывая в свой актив один классный сейф за другим. На противоположной стороне 18-летний Денис Субботин тоже не скучал. Он отбивал мячи даже лицом. Соперник амбициозный, соперник приехал зарабатывать очки. Тем более сегодня нам было гораздо сложнее, чем вчера. Но я повторюсь, что огромные слова благодарности команде, которая нашла прежде всего психологические силы перед этим туром настроиться и сбалансированно сыграть и в атаке, и в обороне. Конечно, моменты были у наших ворот, но у нас были моменты и вчера, и сегодня. Во втором тайме сибиряки продолжили созидательную работу, однако счет на табло занял принципиальнейшую позицию, засохнув на двух нулях. В мини-футболе такое случается крайне редко, но судьбу встречи решил единственный гол. Его автором на 44-й минуте стал Янар Асадов. Один из лидеров сборной России реализовал шанс в дуэли с заменившим по ходу второго тайма Субботина Лео Гужелом. Получились два очень разных матча. На первой мы, можно сказать, не приехали. Вторую встречу провели намного лучше. Сегодня команда играла с хорошей концентрацией. Мы пропустили мяч после ошибки и, к сожалению, не сумели реализовать ни один из моментов, которые у нас были. Мини-футбольный клуб КПРФ – очень сильный соперник. В любом случае, эти матчи позади. Нам пора думать о кубковой встрече. Кеменцы вполне могли сравнять, если бы не абсолютно непробиваемый в этот день Сайдер. 0-1 – поражение, за которое хотя бы не стыдно. После вчерашнего матча сделали разбор игры, анализы. На самом деле это все показалось. Сегодняшний матч играли дисциплинированно. Были хорошие моменты и моменты были. Присниговали хорошо, забирали мячи. Надо было просто реализовать свои моменты. КПРФ терпел, опять отдавал инициативу нам, терпел. И вот эта маленькая ошибка, такая шла игра до гола. В принципе, в этом сегодняшний матч мы ее совершили на протяжении всего матча. В целом я доволен своей командой. Хотел бы поблагодарить отдельно Дениса Суботина. На ноль стоял, молодец в таком матче. Ну и команда дисциплинирована сыграла. Спасибо всей команде. Во-первых, играла первая и вторая команда чемпионата на данный момент. И вчера, я не знаю, просто мы забили свои моменты. И 4-0, я думаю, с нами тяжело отыгрываться после такого счета. А сегодня равная игра. Мы забили свой момент и 1-0. Поэтому, не знаю, должен ничего добавить еще. Ну, настолько равная игра, я не знаю. Мне кажется, у нас удары, все так, владения мячом все одинаково. Ну, мы забили на один больше. КПРФ остается единственной командой, которая пока не потеряла в российском чемпионате нынешнего сезона ни одного очка. Хотя после второго поединка с Хюменью это и выглядит не очень справедливым. Команда Николая Иванова в таблице пока вторая. Матчи следующего тура намечены на 12 и 13 декабря. Сибиряки дома примут Самарское Динамо.